Здравствуйте, мои дорогие юные телезрители! Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность войти туда, куда входят лишь священнослужители для совершения богослужения. Сегодня мы с вами войдем во святая святых православного храма, в алтарь. Алтарь символизирует собой мир духовный, невидимый, высокий, поэтому алтарь в православном храме устраивается несколько выше, чем остальной храм. И нам, для того, чтобы пройти в алтарь, необходимо будет подняться на солью к дьяконским дверям. Центром всего мироздания является основатель, творец, создатель всего видимого и невидимого мира, Господь Бог. Поэтому в центре алтаря находится престол Божий, на котором незримо восседает сам Царь Славы и Владыка всего мира, Господь наш. Престол Божий Престол Божий – это самое главное место в православном храме, и к нему относятся с особым почтением и благоговением. И касаться престола могут только священнослужители, архиереи, священники и дьяконы во время богослужения. Престол всегда освящается особым образом, или архиерейским, или священническим чином. Цвет облачения, или верхней одежды престола, так же, как и облачение священнослужителя во время богослужения, зависит от праздника, который совершается в этот момент в храме. Если праздник в честь Господа нашего Иисуса Христа, то облачение может быть желтым. Если же праздник в честь Пресвятой Богородицы, когда празднуется какая-то ее икона, или же события в ее жизни, то цвет облачения будет уже голубым. Если праздник в честь преподобных, то есть тех людей, которые достигли святости, но были священниками, были монахами, то облачение престола и облачение священнослужителей уже будет зеленого цвета. И так далее. В храме присутствуют практически все цвета радуги, включая и белый цвет во время богослужения на крещение Господне, преображение Господне, и, может быть, также и черным во время Великого Поста, который готовит нас к празднику Светлого Христового Воскресения, когда облачение на престоле будет красного, праздничного, торжественного цвета. На престоле мы видим с вами книгу, которая является святой книгой, и называется она Евангелие. И в переводе с греческого означает «благая весть». Благая весть о том, что Господь наш Иисус Христос пришел две тысячи лет назад сюда, в этот мир, для того, чтобы просветить Светом весь мир человеческий, пострадать за грехи людей, пострадать на кресте и воскреснуть, для того, чтобы двери райские открылись для каждого из нас. Евангелие написаны четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Евангелие – это Слово Божие, поэтому всегда эту книгу на престоле украшают драгоценным окладом. И в центре мы видим с вами изображение воскресшего Господа Иисуса Христа, а по четырем углам – изображение евангелистов. Под Евангелием всегда находится антиминс. Это слово греческое и в переводе означает «место престоле». Это шелковый плат, на котором изображена сцена положения Господа нашего Иисуса Христа во гроб после распятия. Там же есть изображение и четырех евангелистов. Но самое главное – то, что внутри антиминса, в небольшом мешочке, зашиты частички мощей святых, потому что еще с Древней Церкви установилась практика совершать богослужения на мощах святых мучеников, то есть тех людей, которые во время гонения на Церковь Христову подверглись тяжелым страданиям и пострадали за Христа. Рядом с Евангелием на престоле всегда находятся напрестольные кресты с распятием Господа нашего Иисуса Христа. Во время богослужения эти кресты находятся на престоле, но после божественной литургии священники выносят кресты для поклонения и для целования верующих. Здесь же на престоле мы с вами видим драгоценно украшенный ковчег, который называется Дарохранительницей. Почему Дарохранительницей? Да потому что в ней хранится самая величайшая драгоценность для каждого христианина – запасные дары. Это тело и кровь Христовы, которые используются для того, чтобы причастить больного человека. Не во время богослужения, а когда служба в храме не совершается, и внутри драгоценный ковчег, где тело и кровь Христовы. Перед Дарохранительницей на престоле всегда теплится лампада, которую не гасят ни днем, ни ночью, и которая напоминает каждый раз нам о том, что Господь рядом с нами всегда, каждую минуту времени, и что Он для каждого из нас является светом и путеводной звездой. Рядом с престолом закрепляются два образа – образ Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Поэтому эти образа так и называются запрестольными. И вот сейчас мы с вами подошли к особому светильнику, на котором закреплены семь лампад. Они зажигаются только во время богослужения, и называется этот светильник семисвечником. Семисвечник собой символизирует семь таинств, которые есть в православной церкви. Это крещение, миропомазание, покаяние, причащение, соборование, венчание и священство. Алтарь в плане храма имеет непрямоугольную форму. У него есть полукруглый выступ, который называется алтарной апсидой. И в крайней точке этой алтарной апсиды находится кресло, и в определенные моменты богослужения на нем может сидеть правящий архиерей. На горнем месте также закрепляется икона Господа нашего Иисуса Христа. В алтаре мы видим с вами также жертвенник, специальный стол, на котором приготовляются во время проскомидии святые дары для литургии. И сейчас мы видим на жертвеннике святую чашу, дискос, звездицу, копье, тарелочку, лжицу и ковшик. На этом наше путешествие по алтарю храма подошло к концу. Я благодарю вас за внимание и надеюсь на новые встречи в эфире. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok